Одуванчики одни из первых цветов лета, в зависимости от региона. Когда видишь одуванчики, значит началось лето. Для нас лето по-настоящему наступает только тогда, когда мы видим возле дома желтые головки. В цветочном календаре одуванчик – цветок июля, хотя радует он своей красотой почти с апреля до самого сентября. Весь солнечный день мы можем любоваться одуванчиками. С восходом солнца их лепесточки начинают открываться, а вечером, когда солнышко садится, свертываются лепестки и цветы засыпают. У больших проезжих дорог, у лесных малых тропинок, в зеленых широких лугах, даже у самых порогах деревенских домов цветут одуванчики. Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое солнце с золотыми лепестками и лучами. Все лето цветут одуванчики, а созревшие их семена собраны в легкий пушистый шарик. Дунешь на шарик, поплывут, полетят в воздухе легкие летучие семена. Потому и называется цветок одуванчик. Так Иван Сергеевич Соколов-Микитов знакомит читателей с этими цветами в одном из своих рассказов из «Найденного луга». Одуванчик не только красивый цветок, но и удивительное растение. Существует множество легенд и притч об этом цветке. Однажды цветочная богиня увидела одуванчик. Он рассказал, что ему хорошо жить везде, где есть дети. Я люблю слышать их шумные игры, люблю смотреть, как они бегут в школу. Я мог бы прижиться где угодно, лишь бы приносить радость людям. Богиня улыбнулась. Вот мой любимый цветок. И расселила одуванчик по всей планете. Теперь растет он на полянках, скверах, парках, дворах и на обочинах дорог. Радуя смеху детей, принося людям радость с весны до осени. Цветочный смысл одуванчика в том, что это подарок для любимого человека, приносящий счастье и верность. И на языке цветов одуванчики означают радость, улыбку и преданность. Помните, как Рэй Брэдбери описывал вино из одуванчиков, пойманное и закупоренное в бутылке лето. Однажды Бог послал ангела спросить растения, как они хотят выглядеть. Каждый из них хотел быть красивым, красным или белым, с большими цветами или мерцающим, как летний сон, синим, как чистое небо. Только одуванчик не знал, как он хотел бы выглядеть, и ангел дал ему еще один день подумать. Молясь, одуванчик поднял глаза к небу, увидел солнце и решил, что хочет быть похожим на него, желтым и красивым. Затем он увидел луну и передумал. Теперь он захотел быть похожим на нее, белым, круглым, полупрозрачным. Потом он увидел звезды, и они ему очень понравились. Когда пришел ангел, одуванчик не знал, что ему сказать, быть как солнце, луна или звезды. Он не знал, что выбрать. И тогда Бог решил исполнить все его желания. Поэтому сначала одуванчик желтый, как солнце, затем белый, как луна. И если падут на него, он разлетается, как звезды. Перед дождем одуванчики закрываются, а в ненастную погоду не открываются. Так одуванчики берегут пыльцу. Поэтому если в небе солнце, а цветки одуванчики закрываются, будет дождь. И наоборот, небо хмурится, по небу плывут тучи, а цветки одуванчика открыты, дождя не будет. А дуванчик очень любопытный цветок. Пробудившись весной, он внимательно посмотрел вокруг себя и увидел солнышко, которое заметил одуванчик. Я осветила его желтым лучиком. Пожелтел одуванчик и так полюбил светило, что не отводит от него восторженного взгляда. Взойдет солнце на востоке, одуванчик на восток смотрит, поднимется в зенит, одуванчик поднимет головку кверху, приблизится к закату, одуванчик не спускает с заката взгляда. И так всю жизнь, пока не посидеет, а станет седым, распушится и полетят по ветру пушинки-парашютики с семенами. Увидят хорошую полянку, опустятся, зернышко спрячется в какую-нибудь впадинку и пролежит до весны. По другой легенде, одуванчики были детьми солнца и луны. В их обязанности входило зажигать на небе каждую ночь лампы. Но они то ли забывали, то ли ленились. Рассердилась луна и наслала на них сильный ветер, который сдул их на землю. Но отец солнца пожалел неразумных детей своих и придал им подобие маленьких солнышек, чтобы светили они на земле так же ярко, как солнце светит на небе. Одуванчики же до сих пор скучают о родителях и, превращаясь в пушинки, стараются попасть обратно на небеса при помощи ветра, который когда-то принес их на землю. Для большинства людей одуванчик является сорняком, способным заполонить собой все пространство, включая тротуары. А с другой стороны, способность к быстрому размножению одуванчика и его выживаемость в тяжелых условиях говорят о природной силе этого растения. В некоторых странах разведением одуванчика занимаются на отдельных плантациях. С давних времен одуванчик известен как средство, которое способно исцелить человека. Из одуванчика можно приготовить салат, варенье, вино, кофе и даже мед. А благодаря многочисленным целебным свойствам одуванчик еще называют солнечной аптекой. У Михаила Пришвина есть рассказ, который называется «Золотой лук». У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел. Он впереди, я в пятую. Сережа! Позову я его деловиты. Он наглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать. И тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. Мы жили в деревне. Перед окном у нас был лук, весь золотой, от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили, очень красиво. Лук золотой. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что лук был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, лук опять был весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру лук опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик. И оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно, если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые. И сжав кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони. И от этого лук становится опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов. Потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми. И вместе с нами вставали. Одуванчик – солнечный цветок. Цветок, который растет везде. И очень любим детьми, да и взрослыми тоже. Вспомним хотя бы наше детство. Плетение венков из первых золотистых одуванчиков. Чемпионаты по сдуванию парашютиков, лепестков, уже созревших одуванчиков. Одуванчик – божий цветок, частичка солнца, прекрасные воспоминания из детства. Этот скромный, жизнерадостный цветок кажется прообразом, олицетворением человеческой жизни. Сегодня он радует ослепительной желтизной и упругостью. А через несколько дней он сед и беспомощен перед ветром. Продолжение следует...